Казахстан и Россия намерены довести взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов. Перспективы экономического сотрудничества главы двух государств судили в ходе переговоров в узком составе в Ахорде. Хасамжамар Токаев отметил, что торговля между странами увеличивается и есть хорошая возможность достичь намеченных показателей. Эту тему продолжит моя коллега, международный обозреватель Сабина Балашкина. Сабина, доброе утро. Скажи, кроме торговли, есть еще какие-то взаимные выгоды? Конечно, растут также объемы инвестиций. О каких именно суммах идет речь, расскажу прямо сейчас. Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и России уверенно набирает обороты, отметил Касым Жумар Токаев. Сейчас в нашей стране работают больше 20 тысяч российских компаний, из которых 4 тысячи запустили только за последний год. По итогам 2023-го они инвестировали в Казахстан больше 3 миллиардов долларов. Наша республика вложила в экономику Россию такую же сумму. Сегодня оба государства тесно сотрудничают в сфере энергетики, промышленности, логистики, сельского хозяйства и во многих других отраслях. Реализовано больше 90 проектов на 18 миллиардов долларов, еще почти 50 перспективных на стадии исполнения. Среди наиболее значимых можно отметить начало строительства трех ТЭС в Казахстане, модернизация Экибастузской ГРЭС, а также газификация ряда регионов нашей страны. Что касается товарооборота между странами, то Россия и Казахстан вывели его на внушительный уровень. Показатель достиг рекордной отметки почти 27 миллиардов долларов. По данным МИДа, Казахстан и Кыргызстан тоже наращивают торгово-экономическое партнерство. В 2023-м взаимный товарооборот между странами превысил полтора миллиарда долларов. Это на 26% больше, чем в позапрошлом году. А вот за 7 месяцев страны уже успели наторговать на 1,2 миллиарда долларов. Продвижение в этом направлении позволили Казахстану стать третьим по величине торговым партнером Кыргызстана. Кроме того, ряд казахстанских компаний работают на кыргызском рынке. Ровно как и в нашей республике, есть организации с участием капитала соседней страны. Больше 2000 филиалов с кыргызским участием функционируют на территории Казахстана. Из них почти 300 – совместные предприятия. Что касается Кыргызстана, то там наши предприниматели запустили примерно 400 компаний. А теперь о торговых связях Казахстана с Таджикистаном. Эти показатели тоже демонстрируют рост. Взаимная торговля выросла на 6%, достигнув почти 9900 миллионов долларов. Данные за 7 месяцев привели в Министерство иностранных дел. Растут также экспортные показатели. Казахстанские производители отправили на таджикский рынок продукцию на 700 миллионов долларов. Основные товары экспорта – природный газ, пшеница, мука, ячмень и макароны – изделия. Таджикистан чаще всего завозит в нашу страну медные руды, овощи, сушеные фрукты, ягоды, а также воду, включая минеральную и газированную. Говоря о таджикских инвесторов, то у нас они открыли больше 500 филиалов, из них 90 – совместных. За последние 18 лет Казахстан вложил в экономику Таджикистана больше 500 миллионов долларов. Почти полмиллиарда долларов достиг товарооборот между Казахстаном и Беларусью и до итоги за 7 месяцев подвели в МИДе. Казахстанские экспортеры доставили в Беларусь продукцию на 81 миллион долларов. В основном туда отправляют электрооборудование, ферросплавы, каменный уголь и многое другое. С участием белорусского капитала в Казахстане действуют больше тысячи предприятий. За 19 лет инвесторы вложили в экономику нашей страны больше миллиарда долларов. ОДКБ больше про коллективную безопасность, но параллельно страны развивают экономическое сотрудничество, в том числе в разных конфигурациях внутри таких организаций, как ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Своим видением поделилась эксперт Мария Степанова. По ее мнению, экономические связи стран ОДКБ идут на пользу и будут дальше развиваться. Совершенно точно можно сказать, что продолжится то сотрудничество, которое уже есть, то есть это развитие совместных рынков, это товары, услуги, капитал, то есть инвестиции, это человеческие ресурсы, это торговые коридоры, то есть инфраструктура транспортная и логистическая. Вообще страны, зачем сотрудничают, они снижают барьеры взаимные для торговли, в том числе и для различных проектов. И такое сотрудничество уже для стран ОДКБ затрагивает в самой разной сфере, то есть это, конечно, энергетика, промышленность, сельское хозяйство. Эксперт также рассказала о перспективных направлениях сотрудничества Казахстана со странами ОДКБ. Также важны будут развиваться проекты по совместным рекам, то есть по водохозяйственным, так назовем, проекты. Там тоже есть где поработать. Ну и отдельно я бы назвала проекты по зеленой энергетике и климату, и также по адаптации к изменениям климата, потому что для стран Центральной Азии это очень горячая тема, и действительно вместе развивать ее гораздо легче. Арстан, на этом у меня все. Ну, судя по информации, Сабина, которую ты нам предоставила, Казахстан торгует практически со всеми странами ОДКБ на миллиарды и миллиарды долларов. Ну что ж, пусть так и будет. Это была Сабина Балашкина и ее первая цифра.